в эфире программа недвижимость без границы сегодня наш гость генеральный директор компании группа мета владимир мартненков добрый день владимир добрый день александр мы много лет наблюдаем за историей вашей компании в рамках нашего сотрудничества вы прошли ряд структурных реорганизаций были участниками крупных кооперационных проектов а что сегодня есть глупо мета да александр на самом деле наша компания проделала большой путь в девелопменте мы сегодня себя осознаем и считаем девелоперской компании и в городе мы и выполняли и сегодня продолжаем реализовывать мы считаем значимые крупные и интересные проекты некоторые из которых реализовываются в партнерствах например ясный берег наш крупнейший флагманский проект на сегодняшний день он реализовывается в партнерстве с целой командой участников до этого мы находились длительное время в проекте уазис вместе с нашими компаньонами и только пару лет назад мы приняли решение о разделении проекта и кстати говоря на нашей части оставшиеся от площадки мы сегодня реализовываем проекте хамиров также мы совместно с очень продвинутой медицинской компании реализовываем уже завершаем проект по строительству центра позитрон амиссионной томографии в медицине очень высокотехнологичный проект и на самом деле сейчас в процессе один объект построен другой в процессе строительства мы также в консорцию с другими участниками специалистами в этой области вот один объект уже построили это центр обработки данных высокотехнологичный сложный объект еще один мы реализовываем в интересах крупной телекоммуникационной компании вот сегодня он находится в процессе реализации поэтому компания развивается мы присутствуем в разных сферах в этом смысле я кстати говоря не упомянул о том что мы сегодня продолжаем активно заниматься проектом школы на территории ясного берега она очень необычная поэтому она немного медленнее двигаться чем бы нам хотелось но результат там будет такой же впечатляющий как часто в результате наших проектов и только недавно мы стартовали в продаже и строительство проект сервисных апартаментов это тоже тема новая в целом для города и для нашей компании пилотный проект и много было вложено сил и творческих идеи замыслов вот для того чтобы его начать вы можете сегодня сказать что вам удалось в рамках своей компании создать ту идеальную модель когда лидеры генерируют самые амбициозные идеи а профессиональные команды единомышленников готовы их качественно детально доработать и реализовать и на мой взгляд слова единомышленники здесь ключевое ну да вы хорошее подобрали слово я бы даже знаете про ряд членов нашей команды сказал бы прям даже соратники потому что действительно у нас есть костяк команды с которыми мы во первых очень давно развиваем нашу компанию мета и с которыми прошли большой путь и значит которыми вот те новые проекты которые мы формируем те новые концепции форматы они конечно рождаются где-то как идея появляются в головах часто собственников компании но дальше вы же понимаете что воплощение этих смелых идей реализации она безусловно связано с такой каждодневной упорной творческой работы большого количества людей и сегодня в нашей команде и проектировщики и архитектор и концептуалисты и продуктологи и маркетологи естественно это только те кто как бы вот на начале идеи сопровождают проекты вы уже на стадии проектирования вы понимаете как ее нужно продавать ну знаете это как бы приходится женитесь две вещи часто да естественно у нас могу сказать здесь никаких нету нам не стыдно это признать есть некоторые есть проекты которые там на эскизах остаются в столе там или выкидываются в мусорное ведро потому что они не проходят там коммерческую экспертизу потом не проходят экономическую экспертизу поэтому да мы как нормальные творческие люди что-то и в ведро выбрасываем я считаю это нормальный процесс сегодня группа мета реализует четыре проекта и вот на мой взгляд самый амбициозный наверное это тихомиров начнем с нейминга почему тихомиров да действительно название как часть творческого процесса как мы ранее говорили это для нас кое-что значит в компании мета когда мы выбирали название знаете мы вообще как бы танцевали от той сути которую мы пытались и основной идеи которую пытались заложить в проект знаете когда есть у проекта какой-то стержень смысловой всегда проще и мы этому тоже уделяем внимание и вот тихомиров для нас это проект как воплощающие знаете идею такой сибирскости по-новому то есть это объект проекта для новых сибиряков вот мы так себе это видим и так задумали то есть что такое новый сибиряк кто это такой да это продвинутый интеллигентный культурный человек там проживающего новосибирске может быть родом не отсюда который принял очень такое сознательное решение жить новосибирске у него здесь есть там дело возможно у него здесь есть доход у него есть семья здесь и он состоянии перемещаться по миру он может уехать вообще из новосибирска но почему-то он принял решение здесь жить и вот чтобы ему жизнь здесь было максимально комфортно мы решили вот на этом построить идею нашего объекта я в каком-то смысле себя отношу к таким людям к новым сибирякам то есть я путешествую по миру меня ничего не ограничивает в этом плане но при этом я принял решение сознательно я живу новосибирске я люблю этот город и у меня здесь мое дело моя семья поэтому в каком-то смысле я объект проектировал нет немного как будто бы и для себя вот а почему тихомиров потому что ну мы здесь мы здесь обратились к истории почему-то ну не почему-то то есть есть создатели нашего города в том числе николай михаил тихомиров который один из основателей по праву но именем которого не названа не станция метро нигде других местах там не улице а при этом он выполнял как раз важную инженерную функцию при строительстве моста им был спроектирован и организованно строительство храма александра невского и в общем нам показалось что это достаточно знаковый знаковая персона в истории нашего города раз мы делаем объект для именно тех людей которые наш город любят и приняли решение здесь жить и находиться и хотят здесь комфортно жить то ну очень логично назвать такой объект проект именем одного из отцов основателей вы намеренно не стали позиционировать тихомирова по классификации уровня жилья а далее определение резиденции но кроме того что это красиво звучит наверно еще наполнено каким-то функциональным смыслом да когда когда делаешь проектируешь какой-то формат который отличается и которые фактически задает некоторые новые рамки текущим классификациям текущим вот принятым на рынке понятиям то да приходится вводить новые понятия для нашей компании это не первый раз и здесь мы как раз отталкивались от того что вот у нас знаете как есть понятие жилой комплекс такой распространенная да как сегодня называется называемые объекты и что такое жилой комплекс обычно мы мы имеем ввиду там архитектуру мы имеем ввиду планировочные решения мы веду благоустройство вот наша команда когда мы разбирали этот вопрос мы поняли вот жилой комплекс это вот эти три составляющие что в нашем понимании резиденция и какой смысл мы в это вкладываем мы вкладываем смысл что кроме вот этих трех составляющих человек вообще-то волнует само качество проживания которое вот выходит за рамки квартиры выходит за рамки благоустройства он должен удобно жить имея комфортные условия для этого и так как тихомиров спроектирован и создан таким образом что мы дополнительно человеку предоставляем такие развитые общественные пространства внутри дома там целый набор функций которые позволяют дополнительно получать некоторые опции для проживания там детская комната есть место для есть лобби расширенная есть небольшой кафе со входом и изнутри прямо из лобби внутри жилого комплекса есть там комьюнити-центр для сбора с соседями и некоторые там еще элементы и это вот это вот эти пространства они фактически расширяют само пространство квартиры и позволяют это проживание в объекте в жилом комплексе в принципе да то есть рамки расширить вот уже как минимум на пространство в самом объекте едва мы уделяем большое внимание и тоже вкладываем это в понятие резиденция это инфраструктуре как бы это традиционные вещи то под инфраструктурой мы понимаем это те услуговые арендаторы назовем их так которые раз будут располагаться в жилом комплексе это вроде бы вещь понятно и предусматривается всегда но мы приняли решение гарантировать эти все функции через то что мы не не продаем вы не продаете коммерческую недвижимость до оставляем ее в собственности у девелопера и наполняем теми арендаторами которые подходят нам по концепции по функциональному назначению если мы хотим сделать кофейню какого-то определенного уровня в жилом комплексе мы найдем подберем этого арендатора да мы где-то будем более сговорчиво по аренде дадим им лучшие условия но чтобы он там присутствовал тот который нам нужен именно концептуально вот и и плюс дружелюбную управляющей компании назовем это так одним словом то есть есть тоже ряд будет реализован ряд таких функций гостиничного типа в том числе которые люди могут получать наши жители внутри жилого комплекса и вот это все вместе это как бы платят жилой комплекс плюс равно резиденция плюс сервисы плюс инфраструктура плюс коммунальные пространства общественные внутри комплекса вот примерно вот это вот сборка является понятием резиденции в нашем наших наших понятиях теперь мы надеемся что это определение фактически станет ну неким новым форматом для города и будет использована дальнейшим рынком в целом другими компаниями своих проектах вот вся инфраструктура тихомирова услуги и сервисы это целая локальная экосистема и я бы даже сказал совершенно иная философия в подходе выбора жилья почему считаете вот что эта философия будет понятно новосибирцам и востребовано узнаете это просто скажем так это как бы на уровне здравого смысла мы все но все новосибирцы все люди там проживающие в городе они по-человечески стремятся к комфортной жизни в таком крупном большом городе как новосибирск в котором много всевозможных предприятий обслуживания много сервисов в принципе в городе мы уже привыкли как жители получать это все там по по запросу и так далее и дальше хотелось бы логичным образом получать это как можно ближе к дому ну вот прям наверняка получать да если я хочу свежий хлеб мне бы хотелось спуститься зайти за угол например и купить свежий хлеб да там тоже самое с каким-то мини-маркетом то что сегодня уже кстати мини-маркеты они как стать эволюционно например уже более-менее в каждом доме присутствует вопрос только их качество а некоторые функции пока вот не обязательно присутствует какая-нибудь симпатичная милая кофейня там она не обязательно будет у вас в доме а знаете когда в комплексе этот вопрос для жителей решен и вот это удобство но потом настолько привыкается к нему ты к нему настолько привыкаешь тебя сложно понять как вообще можно было по-другому если у тебя есть как в тихомирове например там специальная парковка для такси и ты выходишь в то место где тебе не нужно там знаете это пробираться между припаркованными машинами к своему такси например да ну такой уже уже мы так живем уже сервисы такси и количество поездок она такое что уже как бы привычно уже хочется вот чтобы это была часть твоей жизнью если мы постоянно заказываем товары в онлайне да сейчас интернет-магазинах а в пандемии это все в два раза увеличилось то слушайте мне очень удобно сказать курьеру чтобы он передал посылку оставил посылку консьержа я вечером приду и заберу то есть не нужно с ним стыковаться по времени то есть это уже какие-то знаете такие вчера это как бы было для нас что-то новое мы там испытывали чем-то жертвовали чтобы пользоваться этими вещами до сегодня человек он прогрессирует ему вот дальше от дома отходить не хочется он лишний раз бы не хотел ходить никуда ему не хочется испытывать сложности там вот со стыковкой с курьерами там с такси и так далее то есть я считаю что это планомерное развитие нашей жизни с учетом того что развивается технология меняется образ жизни и то место где мы живем но но просто должно отвечать этим требованиям мы не изобретаем космический корабль но мы вот делаем жизнь мы делаем такой объект в котором жизнь будет соответствовать сегодняшним современным стандартам проживания то мы конечно проектировали объект до пандемии да но когда она началась когда мы все сели по домам то стало понятно что какие какие требования к жилью пространство где мы находимся столько длительного время столько много времени да какие на самом деле к нему повышенные то требования мы предъявляем мы хотим там вы расширили пространство для каждого члена семьи уже получается выносим наше проживание за рамки нашей квартиры у нас есть общественные места в самом доме я говорю про детскую комнату например да когда в маленькой квартиры если тебя один а то и больше детей и они маленькие например и им требуется какие-то эти встречи с другими детьми то в квартире зачастую это делать очень неудобно точнее это всегда не очень удобно в квартире делать оптихомировать ты можешь спокойно забронировать детскую комнату которая там же из лобби в которую доступ и провести там детский день рождения там утренник значит просто какую-то встречу детей в это время причем родителям можно там сидеть рядышком винном баре поэтому до пандемии точно какие-то вещи как обычно обострила кризисная ситуация если в связи с разными обстоятельствами естественными или противоестественными нам потребуется находиться дома чаще то тихомиров для этого приспособлен очень хорошо спасибо владимир будем рады вас видеть наших следующих программах спасибо александр дорогие друзья смотрите недвижимость безграниц на канале рбк в следующей программе мы более подробно расскажем о резиденции тихомиров и какие услуги и сервисы группа мета предлагает своим покупателям и и и и и и и